Буквально пару часов назад в столице завершилось межведомственное учение МедАнтитеррор-2023. Тренировочное чрезвычайное происшествие случилось на одном из участков Белорусской железной дороги. К решению задачи подключились специалисты Министерства здравоохранения и МЧС. Репортаж Светланы Черновой с места событий. На железной дороге произошло возгорание вагона, в котором ехали военнослужащие. Многим нужна неотложная помощь. Это всего лишь легенда, по которой специалисты Минздрава и МЧС отрабатывают навыки быстрого реагирования. Антураж реалистичный. Действия развернулись на участке Минской железной дороги. Чтобы инсценировать возгорание, сотрудники МЧС использовали пиротехнические средства. Тушение пожара, экстренная эвакуация пассажиров и оказание неотложной помощи. На игровое место происшествия прибыли кареты скорой и раненых незамедлительно доставили в БСМП. Это вторая локация учения. Здесь оттачиваются навыки работы сортировочных бригад в условиях массового поступления раненых. По легенде, принимают пациентов с осколочными ранениями головы брюшной полости. Сортировочная бригада – это несколько человек, где есть ответственный реаниматолог, есть ответственные медицинские сестры, которые определяют. Ответственный реаниматолог определяет тяжие состояния пострадавшего и определяет очередность поступления в операционный блок. В случае, если раненая доставляется в состояние клинической смерти, он сразу же транспортируется в реанимационный зал, где мы осуществляем сердечно-легочную реанимацию по восстановлению жизненных витальных функций. Одновременно манипуляции могут совершать несколько специалистов. Подключаются анестезиологи-реаниматологи, врачи сочетанной хирургии, нейрохирурги и травматологи. Было выбрано место, в котором, если вы обратили внимание, затруднена логистика, то есть узкие проезды, заборы, а также полностью было в полном объеме имитировано тушение пожара сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям. Данная тренировка направлена на то, чтобы врачи свои навыки отрабатывали, оттачивали до автоматизма. Планируется, что подобные учения будут проходить по всей стране, причем не менее масштабно. Светлана Чернова и Анатолий Долотовский. Агентство теленовостей.